Продолжение следует... Потому что обед — это тоже очень важно. Зовут меня Игорь Фисенко. И тема доклада... Я надеюсь, что кто-то прочитал абстракт, пришел, а не просто выбрал. О, у этого человека самая длинная тема. Пойду-ка я на нее. Будем говорить мы про continuous learning. Другими словами, я вам расскажу свой опыт. Я вам не буду говорить, что все хорошо, а это работает, это классно. Один клик — и все у вас супер. Вот. Также мы поговорим о такой вещи, вы знаете, да, DevOps — это сейчас культура. Я отношусь к этому как культура. Все мы пытаемся сделать все возможное, чтобы уйти в продакшн как можно быстро. Но мы потом забываем, что есть жизнь еще после продакшна. Вот об этом мы и акцентируем сегодня внимание и поговорим. Я поделюсь, какая жизнь есть после продакшна. Потому что иногда не все возвращаются оттуда и не могут поделиться опытом. Кто я? Я инженер. Обобщенный инженер. Такой дженерик. Да, у меня есть небольшие констрейнты. Это .NET, C Sharp, Azure и JavaScript. Я очень рад буду после доклада поговорить и на тему доклада, и о этих вещах. Пожалуйста, находите меня. Буду очень рад поговорить. Мне нравятся постоянные импровменты. Я трачу на это рабочее время и персональное время импрововать и себя, и процессы. Иногда что-то получается, иногда нет. Поэтому я вам расскажу сегодня, что получается, что нет. Но мы собрались говорить не обо мне. О чем же мы будем говорить? До следующих 45 минут. Для начала мы поговорим, почему это нужно. Если кто-то еще не понял, для чего это нужно, я постараюсь вам дать смысл, зачем это нужно, чтобы вы понимали. Я вам расскажу, какая информация важна, какая нужна. Потому что очень часто мы понимаем, что это нам нужно, и начинаем собирать всю информацию, как-то ее преобразовать. И не всегда это нам помогает. Также я расскажу, как можно получить информацию на ваших аппликейшенах существующих, потому что все хорошо, когда мы начинаем с нуля. Но обычно с нуля нам редко приходится начинать, а потом все, что мы начинаем с нуля, кто-то обзывает это legacy и говорит, как же они так это делали. То есть такие вещи тоже бывают. Я расскажу не как просто маркетинг, типа скачиваете вот это, здесь натравливаете на папку и все. Как легко можно получить и что можно получить. Ну и, соответственно, как я говорил, буду делиться опытом. Ну, всем интересно, как это работает, как это в реалии, что из этого можно получить, как это спасло мою жизнь, ну не от там развода или еще чего-то, а просто как это улучшило, скажем так, мое положение на работе, меня, скажем так, мои отношения с клиентом, ну и в команде. Давайте поговорим, для чего нужно это. Все вы знаете, что есть такие стендапы, да, daily status митинги. Обычно они проходят, может быть, не с таким красивым видом, да, ну не так все хорошо, но самое главное, что мысли очень часто у нас сходятся. То есть что может быть, да? Мы можем задуматься, а почему у меня такая нагрузка на инстансы большая? А нужно ли мне добавить еще? И вы начинаете задумываться. И говорите об этом, да, то есть такой статус, мне надо сегодня поинвестигейтать. Сразу ваш там техлит, начальник такой, я знаю common фразу, которая мне поможет в глазах возвыситься разработчика. Типа, а давай, когда в следующий раз это повторится, ты мне соберешь все логи, отправишь мне на почту, и мы вместе посмотрим и решим проблему. Хотя никто смотреть не будет, но сказать нужно. И вот такие логи отправить, ну, наверное, получится. И всегда есть один человек, который отвечает, собирается самый последний, сидит тихо, что-то где-то делает в телефоне и как-то вот боится, вот видно страх в его глазах. Скорее всего он думает, а кто выключил базу данных? И почему об этом я узнал только сейчас? И как мне это проконтролировать? Кого наказать? Бывают такие проблемы, потому что critical mission services никогда не останавливаются. То есть они никогда не спят. Но вообще это такой, скажем так, обыденный сценарий. Но я надеюсь, что вы всегда задумываетесь и пытаетесь ответить на вопросы такие как мой application, он работает или нет? Ну, то есть это нормально, потому что если вы, в принципе, предлагаете какие-то сервисы, что-то делаете пользу, делаете этот мир лучше, оно должно работать. Если оно не работает, ну, смысла в нем нет. Тогда не тратьте время на написание. Падает ли мое приложение? Ну, то есть приложение не падает в двух случаях. Если им никто не пользуется или ваша мониторинг-тула поломалась. Ну, то есть вы понимаете, да, все проблемы из-за пользователей. Не было бы у вас пользователей, не было проблем. Но вам нужно понимать, падает ли ваше приложение, есть ли с ним проблемы. Когда вы поняли, что ваше приложение падает, это недостаточно информации. Вам нужно понять, а что именно случилось? Или меня пытаются поломать, или просто кто-то там вел drop table и еще что-нибудь. То есть, ну, это все надо тоже мониторить и понимать. Дальше, когда, в принципе, все хорошо наладилось, мы в продакшене, мы начинаем задумываться о таких уже высоких вещах. А мое приложение быстро? А довольны ли пользователи? А все ли у них хорошо? Ну, то есть, насколько быстро работает? Из этого может вытекать следующий вопрос. Мой сервер, скажем так, быстрый? То есть, может ли он хендлить эту нагрузку? Зачем этот вопрос у вас может возникать? А простая причина. Обычно, когда мы разработали приложение, потом думаем, о, надо его задеплоить куда-то, на сервер. А какие нужны требования к серверу? Ну, не знаю, давайте подумаем. А что есть самое мощное сейчас? Ну, его-то точно хватит. Это окей, в принципе, если нам сложно рассчитать, понять, взялись самое мощное, платим за него кучу денег. А если ваше приложение использует это всего на 1%, да, там на 2%, ну, как говорится, зачем платить больше? Да, то есть, ну, можно как бы уменьшить. И я вам могу сказать со своего опыта, когда вы приходите и говорите начальнику, мы вот за этот сервер платим много, если мы уменьшим требования в два раза к нему, у нас ничего не поломается, но зато мы тебе денег сэкономим. А еще умножайте на 365 и приходите с этой суммой. Ну, не считайте за час. Суммы должны быть большие. Чем больше сумма, тем больше вам премия. Вот, поэтому, ну, скажем так, очень хорошая вещь трекать. Также мы живем в мире зависимостей. Мы зависим от всего. То есть, приложения наши тоже зависят. Они зависят от нас и, возможно, от внешних серверов. Тоже важно понимать, как же работают ваши зависимости. Иногда ваше приложение просто идеально, но мир, в который вы его выпустили, в котором оно живет, оно не идеальное. То есть, есть зависимости, и, соответственно, тоже надо понимать. То есть, охранять то, что вы сделали идеальным, от неидеального мира. Понимать, откуда идет угроза. Возможно, потенциальная. Может быть, просто сервис отвалился, а вам говорят, что все плохо. Ну, и самое главное всегда понимать корень причины. Очень часто у нас exception, ошибка. Мы ее залогировали. О, да тут какой-то null reference exception. О, супер. Даже в stack trace показывается, где было. Заходим туда, просто делаем проверку на null. Пофиксили. Но на самом деле проблема может быть в другом. Проблема может быть очень далеко от того места, где сама произошла ошибка. Это нужно понимать. Нужно всегда знать, а что же было до этого. Иногда это очень выручает, что понять проблему, а не просто натыкать, как мы называем, велосипедов. Ну, и было бы хорошо, если что-то случилось, понимать, сколько людей пострадало. Понятно, что ошибки есть, мы от них не застрахованы. Но если бы вы заходили на сайт и у вас что-то там выпало сообщение, 503, да, какая-то проблемка. Окей, вы немножко расстроены, да, но если вам придет имейл, дорогой пользователь, ты нам платишь очень много денег, это вы про себя в письме не отправляйте. Мы знаем, что у тебя за проблема, и мы над ней уже работаем. Ну, когда такие сообщения получают люди и становятся на душе проще, они понимают, насколько вы профессионалы, когда вы можете проактивно это детектить, когда вы понимаете, что из-за этой ошибки не все 100% пользователей, а только 5%. Возможно, вы готовы 5% пожертвовать, да, ну, то есть, чтобы 95% жили. Ну, это реалия как бы жизни. К чему я все веду? Вытягивайте knowledge с ваших данных. Потому что, когда мы уходим в production, ну, в production мы научились уходить классно. У нас есть CI, CD, еще раз CD. То есть, ну, куча всего есть. А когда мы ушли в production, мы теряем контроль. Ну, мы ничего не знаем. Когда на dev, на staging, да, мы знаем, кто этим пользовался. Мы можем зайти на сервер, снять логи. Мы можем найти этого человека, заставить воспроизвести. Если он не может воспроизвести, мы еще раз его заставим. Рано или поздно мы это получим. Но с реальными пользователями не сработает. Вот, поэтому нужно вытягивать данные на всех этапах. Но какие здесь есть проблемы, да, с modern application-ами? У нас куча компонент. Все знают, что чтобы облегчить все до production, нужно разбить на маленькие части, на компоненты, на микросервисы, на наносервисы. Чем меньше, тем лучше. Да, то есть, ну, примерно как integer as a service. Да, то есть, ну, у нас примерно все идет так. Да, то есть, микросервисы становятся настолько маленькими, что их можно легко потерять уже. Да, то есть, ну, и, соответственно, это все мониторить и контролировать очень сложно. И это проблема. Большая проблема. Также мы всегда знаем, что когда-то упадет метеорит на дата-центр какой-то, и нам нужно все разнести по разным регионам, чтобы наши данные были во всех регионах. Да, то есть, инстансы. Соответственно, тут тоже проблема, как это все трехать, как это все собирать. Да, то есть, мы раскидали все, скажем так, в одном дата-центре, а потом еще вот это микросервисы раскидали по всему миру. Да, то есть, такая эпидемия как бы движется. Вот. Но еще проблема из-за наших пользователей. Как я говорил, нету пользователей, нету проблем. Но у успешного продукта они есть. Соответственно, с пользователями нужно тоже аккуратно и нужно их трекать. Да, потому что клиенты разные. Может зайти с андроида одного из миллионов разных видов. Да, то есть браузеры. Ну, куча всего. То есть, такое чувство, что есть какая-то компания, что специально делает нашу жизнь гораздо сложнее. Вот. То есть, выпуская куча устройств, куча браузеров и тому подобное. Какая тут еще и возникает проблема? Если я вас убедил, что это надо все трекать, собирать и причины вам понятные, проблема с тем, как это все визуализировать. По текстовым файлам давно уже никто не ходит. Вот. И я скажу вам честно, даже нету нормальных редакторов, которые откроют вам логи больше там двух-трех гигабайт, да, чтобы что-то найти. Соответственно, надо как-то это все визуализировать. Читать мы не будем. Какие здесь возникают проблемы? Очень часто люди неправильно пользуются этими данными. Я вот вам расскажу, потом пример покажу. Ну, а сейчас поговорим о такой вещи, как среднее. Я считаю, что среднее это плохо. Ну, потому что в среднем у человека больше, чем одна нога. То есть, ну, это понятно как бы. Вот. Ну, это такие данные как бы из стиля капитан-очевидность. Но давайте посмотрим, например, картинку более реальную. У нас есть количество запросов и время. Сколько уходит на этот запрос? Видите, тут есть супербыстрые ребята и супердолгие. А здесь ничего. Да? Не попадает никто. Что? Повезло так у нас. И самые медленные, и самые быстрые. Средничков нет. Обычно есть такая вещь, как атрибут качества системы. Да? То есть, нам говорят, что моя страница должна открываться не больше, чем 300 миллисекунд. Вот. Здесь, во-первых, первая ошибка. Надо всегда говорить процент. Ну, нельзя для всех это сделать. Это очень дорого. Например, сказать там для 90% людей. Но обычно такое не говорят. Говорят не больше там трех секунд и тому подобное. Что мы делаем? Да, мы берем какие-то тесты, замеряем. Собираем эти данные и потом говорим среднее. Да? Если мы посчитаем среднее, среднее здесь проходит 38,3. Ну, все классно, да? Вы такие говорите это заказчику. У нас страница в среднем открывается не дольше. Там, да, еще плюс какой-то запас взяли. 40 миллисекунд. Ну, или респонс от сервиса. 40 миллисекунд. И все. Все хорошо. Все довольны. Потом начинается тестирование. Клиент говорит, почему мне жалуются? Почему так долго? Вы сказали 40 миллисекунд в три раза дольше. Что не так? Вот тут возникает проблема. Средние здесь не работают. Да? То есть, если вы не знаете, как распределение ваших данных, старайтесь не считать среднее. Например, используйте персентили. Я вам покажу на демо, что такое персентили. Вот. И как ими легко работать. Персентили показывает, например, есть там 75, 80, 95. Она показывает, что для 70-80% данных попадут вот в этот диапазон. Я вам покажу на графике потом, чтобы вы понимали на демо. С данными понятно, да, бывают проблемы. Также бывает у нас проблема с визуализацией. Если вы посмотрите, да, нет, да, 87%, нет, 13%. Придете, покажете босс, он скажет, ой, это же пайчарт, 50 на 50. Ну, то есть, вот такая вот бывает визуализация. Также, что бывает иногда с данными. Данные, когда у вас есть сырые, с ними можно делать все, что угодно. Вы можете даже их коррелировать. Вот. Я люблю корреляцию. Например, это корреляция интернет-эксплорера и убийств в США. То есть, видите, количество пользований и убийства уменьшились. Ну, я считаю, что Microsoft двигается в правильном направлении. Меньше интернет-эксплорера, меньше убийств. Ну, корреляция полноценная. Да, есть. Иногда с данными начинают работать по-другому. Есть у нас данные. Давайте с ними что-то сделаем. А что нам надо? Нам получить большую цифру. Хорошо. Вот есть у нас population. Есть высота над уровнем моря. Когда основан? Давайте их сложим. Ну, почему бы не сложить километры с апельсинами? Хорошее число. Ну, очень классно. Вот. Соответственно, вы понимаете, наткнуться можно на кучу проблем. Есть решение. Одностороннее, которое расходится. Ну, нет идеального решения. Да, но как бы есть дорога. Есть подход взять один из инструментов. Ну, мы живем в 2016 году, да, уже уходящем. В 2017 все будет еще круче. Вот. Есть уже куча инструментов. На самом деле они все на слайд не поместятся. Есть ссылка 50+. Вот инструментов для мониторинга. Если вы не знаете, можете выбрать тот любой, который понравился на картинке и попробовать, потому что идеальных инструментов тоже нет. Но я вам постараюсь дать смысл, что, возможно, вы хотите попробовать для ваших инструментов. Потому что я встречал команды, где реально есть хорошие свои системы сделанные. Ну, и полноценные. Но иногда не все хорошие подходы используются. Я начинал с New Relic. Мне очень нравится инструмент. Он работает, поддержка для многих языков. Что значит поддержка? Это тот инструмент, который вы скачиваете, ставите и получаете уже какой-то набор статистики. Последнее время я перешел на Application Insight из-за возможности фри-тира. Для New Relic тоже есть фри-тир, но они особо не афишируют. И есть небольшие ограничения, нюансы. С Application Insight проще. Но это мой экспириенс. На самом деле они похожи. Возможно, кто-то Summa Logic использует. То есть в принципе инструменты дают одну и ту же функциональность, но у кого-то бывает там суперкрутая одна фича, которую делают потом другие. Что они вообще дают, эти инструменты? Они дают возможность вам детектировать. То есть находить ивенты, находить какие-то проблемы у вас в коде, собирать метрики. То есть они это делают автоматом. Вам не нужно писать что-то в коде. Да, они внедряются между пользователей и вами. То есть интерсепторы. Например, для Java они изменяют байт-код. То есть когда вы подключаете себе в билд-процесс. Такой как бы аспектно ориентированный язык. Также, когда вы начинаете играть в Шерлока Холмса, что же произошло с моим аппликейшеном? Оно помогает вам понять, какие у вас есть зависимости и что реально случилось там в приложении. Также, если вам нужна какая-то диагностика. Очень важный перформанс. Мы о нем поговорим еще сегодня. Сейчас как бы security, перформанс – это такие вот лидирующие направления тренда. Логи. По логам нужно иногда искать и уметь и делать это очень быстро. Ну и, соответственно, operation. То есть мы хотим крутые дешборды. Мы хотим видеть на Apple Watch Health нашего приложения. Мы хотим нашему менеджеру отправлять всякие KPI, как там работает сайт, откуда у нас там куча людей приходит новых и тому подобное. То есть такие как бы дешборды. Но это как бы их плюсы. Это можете попробовать. Давайте немножко подумаем, пофантазируем. Что если у вас была бы карта? То есть пользуйтесь Google Maps, Яндекс.Пробки, когда едете на работу. И она вам показывает, какая дорога хорошая, быстрая поедет, на какой там немножко загружена, да, где авария и тому подобное. Что если бы у вас была такая карта вашего приложения, client-сайт, backend, ваши dependency, и показывала, как это все работает, где сколько реквестов, сколько фейлится. И вам это строить бы не надо было руками. Да, просто пришли, посмотрели карту. Ну, было бы очень классно это. Но на самом деле, как я говорил, мы живем в 2016 году, и это уже есть. Например, application map. Это скриншот с application inside. Что здесь видно? То есть она строится автоматически, динамически. Есть, например, availability тесты, есть client-сайт. Client-сайт – это JavaScript. Еще один такой нюанс. Не все понимают все, что сыпется в консоль, как вашего приложения DevTools. Должно быть и у вас. Это обязательно. Но не просите никогда клиента, о, воспроизвел, а нажми F12 или command-alt-i там и отправь все, что есть в консоли. Ну, во-первых, отправить это сложно. Во-вторых, не у всех есть факс, чтобы это все выслать. Поэтому не заставляйте. Пожалуйста, эти вещи все логируйте у себя. Соответственно, так же трекается весь client-сайт, весь JavaScript. Сервер. Да, то есть у нас есть backend всегда. За хорошим client-сайтом скрывается не менее лучше backend. И есть зависимости. База данных, HTTP. Это очень важно понимать. Зависимости иногда ломаются. И очень часто ломаются. Давайте я вам покажу более реальный пример. Более большой проект, где зависимости явно видно. Как мне помогает карта это жить? Очень часто приходит какая-то проблема, бага, ошибка. У тебя что-то тормозит. У тебя плохой перформанс. У тебя не работает приложение. Когда вы находитесь на каком-то enterprise, в таком большом solution, что понимать, что делать, куда копать, какую команду идти, будить DBA или девы пока спать не ушли, их заставить работать. Что делать? Для этого мне нужна вот эта application map. Я ее открываю и смотрю. Клиент у меня работает нормально. Сервер нормально. А ну тут один процент. Failures не так страшно даже. Одна десятая. В зависимости базы данных все хорошо работает. То есть тут есть, но небольшой. А вот здесь у меня 20% failures HTTP запросов. То есть, скорее всего, я уже знаю, куда копать. Да, и я точно знаю, куда копать. HTTP запросов их тоже много. Видите, там 312. Идем дальше, потому что это идет копии, серпати, API, запросы для вытаскивания данных. Очень важно тоже понимать, а кому обращаться. Если у вас 6 каких-то вендоров, провайдеров, ну, не будешь всех стучать или запускать там unit, test, integration. Это все время. Вы должны уметь в любой момент запустить и посмотреть. Вот этот парень нам мешает. Из-за этого парня проблемы. Мы ему отправляем 310 тысяч запросов. И, соответственно, там долго и процент failures большой. Особенно, если за каждый там запрос вы платите денежку, вам нужно прийти и сказать, ну, надо как-то нам рассчитаться, пересчитать, по-моему, что-то у тебя неправильно работает. Плюс у вас есть все данные. Соответственно, вы экономите время. Вы не трогайте это, проверяйте. Потому что дебаггинг, да, это такая лотерея. Или ткнете на черное, да, там, или на зеро попадете. Ну, поэтому тут надо быть с этим очень аккуратно и быстро уметь определять. Также были проблемы. Говорят, ваше приложение не работает. Ну, бывает такое, да, не работает. Что же не работает? Опять, кому идти, да, кого ругать, да, кого хвалить. Открываем карту, смотрим, ну, приложение правда не работает. Хорошо, хоть тут уже совпало. Идем дальше, смотрим, база данных, отлично. Ну, все, DB дальше спит, да, то есть просываются девы, потому что авторизейшн сервер упал. Ну, 100% фэллорс. А, то есть, ну, соответственно, DB дальше занимается. Они, знаете, как у нас, а, проблема, все там спустилось на PM, а PM вот так вот сразу все пальцы там на кого хватило раскидал. Говорит, все, бегите, все фиксайте, все бросайте, что вы делали там, ну, ложки, вилки делайте, фиксите. Ну, и, соответственно, все приходят, тратят время, не понимают, что делать, это не от него зависит, расстраиваются, уходят. А если кто-то еще, знаете, как лечит здоровое, еще там поломает, ну, бывает беспорядок. Вот. Тоже зависимости. Мне карта помогает очень хорошо для таких вещей, как понять перформанс. Тоже. А что с перформансом не так? Да, то есть опять. Возможно, dependency какая-то там плохо работает, возвращает ошибки. Я сразу… Обычно логика как, когда мы работаем с dependency? Отправили запрос, не ответила, хорошо, еще тебе запрос отправим. И очень часто мы так эти сервисы и ложим, дедосим, да, им и так все плохо, а мы еще своими реквестами. Вот. Но это отдельная тема разговора. Я могу сразу зайти и посмотреть. Перформанс у меня плохой. Не потому что мое приложение, да, плохо работает. Ну, тут все хорошо, да, то есть 395 тысяч запросов, ну, в среднем, да, тут, ну, среднее как бы нормально, 83 миллисекунды. Ну, жить можно, 45 миллисекунд. А вся проблема опять dependency, да, потому что вот здесь вот есть warning, есть failures, и, соответственно, я на это трачу кучу времени. А все приходят в мой backend, тыкаются, он страдает, он мучается. А мучается-то он не по моей вине, а по вине dependency. Тоже могу быстро сказать, ответить на письмо, сказать, мы решаем проблему, проблема не в нашем коде, в certparty. Все. Ну, то есть это, скажем так, карта помогает довольно хорошо нам жить. Давайте еще подумаем, пофантазируем. Что, если бы вы могли в режиме реального времени смотреть нагрузку на ваш сервер? Что происходит с ним? Сколько идет реквестов? Сколько ломается реквестов? Делать какие-то ставки, может быть, а пройдет этот реквест или нет? А как ты думаешь, там, свейлится 10 за последних 5 минут и тому подобное? Ну, то есть такая геймификейшн. Ставите большой монитор у себя в комнате и смотрите, как графики идут. Было бы классно. Как меня это спасло? Эта вещь тоже есть. Легко подключить, в принципе, инструменты это дают. Смотрите дешборд, как dependency себя ведут. Никаких исторических данных, только такая лайф, да, за какой-то промежуток. Как меня это спасло? У нас было требование сделать API к Event Hub. Он просто поглощает себя данные. Соответственно, данных он должен был поглощать очень много. Нам клиент поставил такое требование 30 запросов в секунду. Окей. Ну, обычно, когда мы разрабатываем, мы об этом думаем в конце. Ну, мы подумали об этом в конце, но чтобы быть точно уверены, ну, нагрузка не такая большая, но пропускная способность требуемая. Все равно написали load-тесты, запустили, как бы все хорошо. Держим там 50 запросов в секунду с запасом. Нагрузки нету, можем скелиться, все готово. Рады, довольны, уже никто не боится. Отдаем клиенту. Клиент говорит, хорошо, все, я могу тестировать. Клиент начинает тестирует, тестирует, потом приходит письмо. Извините, ребята, только 10 запросов в секунду. Больше ваш API не дает. Ну, клиент всегда прав. Мы такие, о, что-то мы где-то натупили. Давайте возьмем какой-то паттерн, как работает с этим клиент. Вот, взяли, воспроизвели его, все хорошо. Опять, что же делать? Ну, тут я думаю, давайте надо с клиентом как-то поговорить, подумать. Есть такая штука, как Live Dashboard. Говорю, будешь запускать лот-тесты? Скажи, я посмотрю, как там идет. Здесь, например, есть такой показатель Request Per Second. Ну, как бы хорошо. Запускает. Я смотрю, правда, там 10 запросов идет. Идет потом, там скакануло до 20, опять 10. Ну, клиент не обманул, да, и мы не обманули клиента. Я такой задумался, наверное, что-то не так происходит. Говорю, а как ты генерируешь запросы? Он говорит, да все просто, вот у меня есть мой там Macbook, да, там Pro. С него я создаю 200 потоков в одном процессе и отправляю к API. Ну, в принципе, да, с запасом таким, но вы понимаете, да, что невозможно на машине создать такую нагрузку, если у вас какая-то есть логика. Вы хоть тысячу потоков создайте. Все равно есть предел. Они просто спят и простаивают. Соответственно, это тоже поговорив с клиентом, попытался объяснить, но он говорит, ну, я же 200 указываю. Ну, там бывают эти нюансы. Но все равно, как бы, поэтому нас и нанимают, потому что мы инженеры. Он ушел, потом, наверное, появился там QA, пришел и говорит, окей, я сделал ферму, я готов. Хорошо. Все, сделал ферму, загрузились, я сразу увидел скачок. 30, 40, все окей. Мы разошлись. До этого были такие случаи, без live dashboard, ну, дойти до самого корня проблемы очень сложно. Потому что как клиент генерирует, как он использует ваше приложение, ну, иногда сложно понять. Если мы говорим про performance, performance всегда проблема. Очень часто мы performance продаем как фичу. Мы все сделали, а потом клиентам говорит, ну, тут с performance проблема. Мы знаем, что с performance проблема, давай мы тебе продадим performance, мы сделаем теперь все быстро. До этого мы сделали все классно, а теперь еще и все быстро. Ну, как бы это правильно, да? То есть, ну, больше денег, а потом опять сделаем, чтобы все классно было. К чему я веду? Иногда нужно оптимизировать. Иногда нужно оптимизировать очень быстро. Например, пока вы едете в маршрутке на работу или на машине там на работу. Почему? Нужно понять, что оптимизировать. Почему я делаю лимитейшены на время? Никому не нужна идеальная. Нужна оптимальная. Очень часто, когда приходит команда и говорит, нам нужна оптимизация кода. Даете solution, они открывают solution и говорят, да, мы оптимизируем. Вот здесь, например, ты возводишь степень двойку, я заменю это на сдвиг побитовый. Вот здесь ты используешь умножение, я заменю это на сложение. Будет быстрее. Но это все микрооптимизация. Люди не понимают, зачем ваш код нужен и что он вообще делает. Очень часто люди оптимизируют то, что вы в следующем спринте вообще выпилите. Для этого всегда смотрите на ваш ход пасс. Как клиенты, настоящие люди используют ваше приложение. Это очень важно. Это, например, с New Relic. То есть здесь видно, что 90% люди используют эту функцию. Им не нужны другие функции, которые вы можете оптимизировать, но они никак не помогут. С Application Insight, например, он тоже строит такую вещь сразу по дефолту. Говорит, вот у тебя есть функции. Она выполняется одну минуту, но ее два раза запрашивают. А есть вот функция, которая 45 секунд, но 69 раз. Здесь надо смотреть, что оптимизирует в первую очередь, что чаще вызывает и как бы больше времени занимает. То есть примерно как мы считаем бизнес value и количество эфортов. Дерем, ratio, берем бизнес value больше, эфортов меньше. Скорее всего, даже если вы здесь оптимизируете эту функцию, вы получите здесь прирост. Но об этом сейчас мы поговорим немножко отдельно. Есть также сразу remote dependency. Очень важно понимать, возможно, у вас код высокопроизводительный. Но dependency страдает. Кто-то изменил SQL базу данных, настройки, там все сыпется. Все плохо работает. А код ваш классный. Потому что очень часто мы оптимизируем код. Наоптимизировали, наоптимизировали. А кто-то бывает вообще ничего не делает и потом приходит и все быстро работает. Вот такой класс, я оптимизировал. Отправьте меня в отпуск. Такое тоже бывает. Хотя на самом деле изменилась dependency. Что очень важно. Я надеюсь, что все, кто использует логи, вы используете такой подход как correlation ID. Что вы можете понять, как реквест к вам пришел и как этот реквест шел через все ваши слои. Для этого есть такой подход к correlation ID, когда вы просто добавляете в ваши логи какой-то ID уникальный, который идентифицирует вот этот запрос, все, что вызвало этот запрос, все изменения в системе на базе вот этого ID. То есть это может быть session ID, например, чтобы построить все по сессии юзера. Это может быть user ID. Соответственно, тут разные фильтрации. Покажи мне все для юзера. Покажи мне, например, вот эту сессию только для этого юзера. И покажи мне только этот реквест, например. То есть уровни могут быть разные. Это очень важно. Меня это обычно спасает. Говорят, там что-то с перформансом плохо. Я такой, правда, да, может быть. Давайте зайдем посмотрим. Заходим, смотрим. Ну, минуту выполняется. Вот drill down. Ну, это очень классная вещь, что она автоматом за вас связывает. Да, минуту. Смотрим dependency. И таких 500 штук к базе данных вниз. Соответственно, я говорю примерно, там, как говорю вангую, у вас N плюс 1 проблема. Да, то есть когда вы каждый раз в цикле там делаете запрос к серверу, какие-то дополнительные данные. Очень легко такие вещи находить. Вы тратите на это просто минут 10, там, 15. Да, там, 5 минут сделать чай, 5 минут залогиниться в портал, 5 минут найти. Да, это можно еще оптимизировать. Вот. Также очень важно, чтобы ваши логи автоматически наполнялись информацией. Когда мы пишем свои системы, какая проблема? Мы начинаем туда что-то записывать. Но мы не знаем, что туда записывать, что туда писать в эти логи. Поэтому мы чаще всего этот момент игнорируем. Проблемы очень чаще лучше отправить на потом, чтобы о ней забыть. Все вот эти инструменты, они предлагают такую вещь, как автоматическое наполнение ваших логов. То есть видите, вот этот лог, этого скриншота, таких два, оно делает все автоматически. Мне не надо каждый раз прописывать там операционную систему, там, например, role instance, cloud role instance и тому подобное. С какого браузера зашли. Это все можно автоматически делать. Эти инструменты могут делать. Зачем это нужно? Очень важно, например, понять, что было. Вот есть у вас exception null reference. Но обычно можем зайти в код, проверить на null. Но это, скорее всего, проблема вызвана не этим. Что было до этого exception? Покажи мне все, что делал пользователь до этого exception. Куда заходил, как заходил с параметрами. Для этого очень важно иметь correlation ID и наполнять вот этой информацией автоматически. Ну, соответственно, и когда exception, тоже можно сразу понять. Есть REST code. То есть открыли, посмотрели, что где, трочка. Ну, хорошее представление информации. Ну, это все хорошо. Давайте поговорим немножко про machine learning. На самом деле machine learning еще не так хорошо развит. Пока он здесь не увидит лица, я считаю, что он плохо развит. Но для базовых вещей он очень хорошо подходит. Например, на базе ваших логов, больших данных, он может строить вам так называемые паттерны. Например, сколько обычно у вас failures, сколько у вас обычно exceptions, как долго у вас открывается страница для этого пользователя. Например. И если что-то не соответствует стандартам, какому-то диапазону, то он просто берет и говорит вам alert. Посмотри, пожалуйста. Например, отправляет вам сообщение. Вы получаете эту фишку for free, но что она вам дает? Например, вы писали код, все классно, закоммитили, люди попользовались, и вам приходит нотификация. Ребята, а запросы стали медленнее, гораздо медленнее идти. То есть если вы раньше обрабатывали ваш реквес за 100 миллисекунд, а сейчас вы за 300 начали, то, наверное, что-то не так идет. Возможно, вы что-то сделали плохо. Или у вас появились новые клиенты, например, обычно ходят с USA, а начали ходить с Австралии. Да, возможно, вам нужно перенести еще серверы в Австралию. Очень классно. Machine Learning надо пробовать, использовать. Они довольно хорошо работают на ваших логах. Но давайте поговорим про сами логи. Обычно как мы работаем с логами? Записываем, передаем, анализируем, какую-то делаем агрегацию и удаляем. Вот. Это было бы в идеальном мире. Больше похоже на то, что мы записываем, передаем, сохраняем, удаляем. Но то, что я обычно вижу, происходит примерно так. Записали, удалили. Что еще делать с логами? А что вообще можем делать с логами? Я бы хотел, чтобы вы по вашим логам могли ответить на такие вещи. Покажи мне все сообщения об ошибке для вот этого супер моего крутого пользователя VIP. Или если он просто у меня покупает нам много денег, покажи. Я хочу для него пофиксить эти ошибки. Пусть покупает без проблем. Вот. Или покажи мне все логины, которые сфейлились для Игоря, когда он заходил на сервер name, например, login server 4. Потому что на все остальные заходят хорошо, но этот плохо. Или покажи мне всех пользователей, которые используют суперкрутую фичу экспорт в CSV. То есть, ну, окей. Или покажи мне все попытки залогиниться на сервер, и было больше 250 миллисекунд. Когда, что и как происходило. Вот. Кстати, про фичу. Очень важно иногда оценивать фичу. Да, потому что приходят с бэклогом и говорят, нам нужно срочно сделать CSV. Мы сделали, все классно. Потом говорят, о, нам нужно эту CSV теперь сделать там что-нибудь. Был импорт, надо еще экспорт сделать. А вы такие думаете, а зачем? Давайте лучше в Excel. Да нет, Excel никто не использует, все используют CSV. Приходите, делаете запрос по логам, кто использует вообще вашу фичу. Там раз, ноль пользователей. Вы приходите и говорите, вообще никто CSV не использует. Она никому не нужна. Может, Excel все-таки сделаем? Ну, давайте, наверное, посмотрим. То есть, приоритизация бэклога. Для правильного логирования очень важно использовать такой подход, как Semantic Structured Logging. Когда вы пишете не только для себя, а когда вы пишете для машины, то, что поймет она. Понять это довольно просто. Обычно мы пишем строку. То есть, exception был та-та-та, строка строка. Потом вам приходят, говорят, хорошо, вытяни мне информацию по этим логам. Вы такие, ну, напишу регулярку. Окей, написали регулярку, потратили день, пришли, дали ответ 42. Он говорит, хорошо, а теперь просуммирую это, например, за последние 30 дней для такого пользователя. Хорошо, я сделаю. Но мне надо переписать мою предыдущую регулярку, потому что регулярки, вы знаете, их обычно переписывают, их не дорабатывают. Но я завтра тебе дам ответ. Ну, и так до бесконечности. И получается потом там system, какой-то лог-аналайзер, инженер, который все время этим занимается. Ну, потому что работа такая. Пишет регулярки. Вот, это проблема. Если бы вы писали сообщение и к этому сообщению добавляли информацию, например, в JSON, просто ключ значения, user ID такой-то, user ID, там, записали value его, записали, например, информацию, да, там, ивента, записали, сколько денег он потратил, номер ордера. И все. И потом вы говорите просто ордер равно там 101. Покажи мне все, что связано с этим. И машина довольно парсит. Это можно использовать для любых инструментов, не обязательно, но когда вы используете один там из перечисленных инструментов. Семантийское логирование живет очень давно. Надо просто его применять. Но оно вам дает такую возможность, крутую, как просто кверять ваши данные, строить по ним аналитику. И вы можете не просто писать регулярками или какими-то SQL-like, да, там, contains и тому подобное. Вы можете писать нормальным языком, например, order ID равно 4. То есть, ну, это очень важно. Вот, например, инструмент Application Insight предлагает, называется Analytics. Он бесплатный и, в принципе, можно писать различные вещи. Я думаю, что покажу, как он выглядит в реалии. Вот, не буду тратить время на написание, чтобы смотреть, как вы писали. Но, например, есть куча информации, dependency requests и тому подобное, что собирается автоматом. И вы пишете, например, собери мне там browser timings, summarize количество, средний там duration и средний processing duration и by name, например. То есть вы сразу зареквестовали на данных. Вы видите, что, ну, как бы, например, можно здесь запустить, интернет там позволит, и думаю, покажи мне все performance counters для процесса V3P, да, там, ну, или интернет там не позволит. Тогда вам покажу другой пример. Всегда должен быть бэкап запросов. А, как он блокирует. Cancel. Крутая фича, кстати, можно отменить запросы. Классно. Вот, например, покажи мне все request'ы, которые за последние 7 дней, у которых средняя продолжительность request'а такая-то, и постройте, как я вам говорил, персентили. И сделай это мне, раскидай по корзинкам в один день. Вот. И сразу render time chart. Ну, или что вам там нравится. Сразу быстро покажу. Смотрите, вот average duration – это вот, вот эта линия. То есть примерно там по дням у вас было там, ну, не больше 100 миллисекунд. На самом деле эта вещь соответствует для 70% пользователей, да, то есть request'ов. То есть 70% пользователей request'ов попадет в это. Ну, то есть примерно. Если вы хотите сказать, что для 95% request'ов, то сумма будет вот такая вот. Ну, не сумма, а средняя. То есть вы можете с уверенностью сказать, что не больше, например, 250 миллисекунд для 95% случаев. Вот. Вернемся к презентации. Ну, то есть это, видели, такой человекоподобный язык. Да, я могу также кастомные ивенты, например, что мой name там ивента содержит SNUSD функциональность и user ID, который это сделал. Ну, довольно легко. То есть никаких там лайков и тому подобное. Да, то есть нормальный такой читаемый язык. Зачем это нужно? Еще раз. Business health. Да, то есть это очень важно. Если вам клиент говорит, как делать, это не значит, что вы сделаете то, что он хочет. Вот. Вам нужно это понимать. System health. Вы должны всегда понимать, как работает ваш сервер, как работает ваше приложение. Это очень важно. Тоже надо собирать все эти метрики, анализировать и смотреть. Ну и, соответственно, experience. Реальные пользователи делают с вашими приложениями то, что вы никогда даже себе представить не можете. Что они только с ними не делают. Но вы зато можете это потрекать. И вы должны знать. Вы должны знать паттерн, как работает пользователь с вашим приложением. Ну, вы должны быть всегда на шаг впереди пользователя. Да, возможно, ему сложно пользоваться вашей программой. Возможно, он как-то там, ну, ломает стереотипы свои, представления, юзабилити и тому подобное. Хотя вы предложили суперклассную вещь. Все это надо проверять. Если подводить итог, без аналитики я могу потратить много времени, но я все равно найду очень мало. Если честно, с аналитикой немножко жизнь изменилась. Когда есть куча логов, собирается все, и у меня есть удобные инструменты. И когда я эту аналитику могу легко подключить к существующим приложениям. Также, как я говорил, всегда хорошо, если вы можете предположить что-то. Да, но мы обычно прогнозируем, предсказываем. Эти все вещи, наши теории, гипотезы нужно проверять. Проверяйте то, как это делают реальные пользователи. Что им нравится, что им не нравится. Ну и, соответственно, дальше, куда мы движемся, в какую сторону. То есть наш экспириенс, наши аппликейшены. Без данных мы всегда будем завязанными глазами. Это очень важно. Данных нужно собирать много и представлять их очень правильно. Спасибо вам огромное за внимание. Вопросы. Есть три футболочки. И я сегодня целый день доступен. Можем поговорить, показать.